Фестиваль мнений Доброе утро. Откуда вообще появилась идея провести фестиваль мнений на Украине? Мы проводим фестиваль мнений совместно с организацией Востоксос в Украине. С ними мы сотрудничаем вообще-то с начала кризиса 2014 года. И нам показалось очень логично попробовать такой метод в кризисном регионе, так как это демократический фестиваль, это обсуждение разных тем, в свободном и неконфликтной атмосфере. И мы думаем, и также, я думаю, согласны наши участники и наши партнеры, что это приводит разные мысли, разные люди по всей Украине, в Луганской области, а также эксперты из-за рубежа, которые помогают думать дальше. Елена, как вам приглянулась эта идея? Вы знаете, наш коллектив побывал в Свердонецке на втором фестивале, и мы, конечно, были слишком восторжены от такого фестиваля. И идея, когда пришли мои председатели родительского комитета, предложил провести такой фестиваль в школе, у меня, конечно, вызвало какой-то ступор, желание вроде бы и делать, и в то же время боязнь какая-то. Но когда мы провели такой фестиваль у себя в школе, в выходные дни объединились учителя, родители, дети, и мы стали единой командой. И на сегодня вот такая форма проведения планируется и в дальнейшем. То есть понравилось? Да. Засосало? Да, да, да. Ну, правильно сказала Вероника, что время кризисное, и в кризисное время людям что нужно? Люди озабочены своим выживанием все-таки, может быть, какая-то гуманитарная помощь, какая-то материальная помощь людям бы пригодилась. А здесь фестиваль мнений. Вот каким образом он помогает людям выживать во время кризиса? Ну, во-первых, мы нашли, увидели свои проблемы, над которыми мы можем работать и самостоятельно. Поэтому даже в оформлении учебного заведения, проведение уроков в нетрадиционной форме, привлечение родителей, даже к проведению таких мероприятий, показало нам, что мы достаточно сильные в этом направлении. В Эстонии фестиваль мнений проходит так. Любой может предложить свою идею. Далее уже организаторы выбирают те дискуссии, которые, как им кажутся, наиболее перспективными. А уже непосредственно организация самой площадки в Пайде ложится на плечи того, кто идею предложил. Как это на Украине устроено? В принципе, похожий процесс, подаются идеи. В этом году было 100 тем, которые подались, и из них где-то 25 дискуссий. Даже у нас в Эстонии в Пайде первые фестивали мнений не проходили так, насколько я знаю, что каждую тему организовывал тот человек, который подал ее. А вот в Украине мы сейчас достигли того, что где-то одна треть тем организуется другими организациями, людьми, кто темы поддает. И много тем, конечно, Востоксос и Мондо помогают организовывать. Ну, очень многое зависит от спикеров, которые способны или не способны дискутировать, высказывать какое-то интересное мнение. Кто их приглашает? Тоже главные организаторы или авторы идеи? Нас пригласили в этом на третий фестиваль мнений, пригласил наша организация Востоксос. Они предложили нам принять участие и быть на одной из локаций. И мы согласились и провели очень достаточно интересную локацию инклюзивного образования в Украине. А вообще какие темы самыми популярными являются, о чем чаще всего заявляют желающие устроить дискуссию на фестивале мнений? А все. И о бездомных животных, и о общественных туалетах. А какие-то очень специфические для Украины темы. Или наиболее популярные. О реформах. Реформы образования, например, которые сейчас проходят, это процесс. Каждый год у нас темы обсуждаются на этой основе. И, например, в этом году тоже у нас были две темы, связанные немножко с Эстонией тоже. Вот одна как раз в связи с образованием, где наш эксперт с Эстонией участвовал. И также темы коррупции, этики. Где мы тоже давали свой вклад совместно с Transparency International Украинским офисом. Делали это все вместе. У нас в Пайде можно увидеть, наверное, очень многих представителей политической элиты. То есть люди, которые занимают ключевые позиции, приезжают, тоже дискутируют. И для обычного посетителя есть возможность не только послушать, но и, возможно, пообщаться с каким-то политиком. Что представлено на украинском фестивале? Были ли там какие-то действительно знаменитые, известные люди? В Министерстве образования присутствовали. Ну, есть там и чиновники, но нельзя это сравнить с Пайде. Нету там столько разных партий, которые имели бы свою локацию. Президент как у нас не приедет. Да, президента не было. Басштаб другой. Елена, а я хочу у вас спросить, а как вообще живется в этом кризисном регионе? Потому что со стороны вот отсюда, из Эстонии, может показаться, что Украина постихоньку с повестки дня ушла. Все меньше об этом говорится, и может даже создаться впечатление, что там жизнь наладилась, и все хорошо. А на самом деле как? Вы знаете, эта ситуация как-то дала нам еще больше понять, что мы, у нас в Украине говорят, едина родина, совместная, единственная семья. И мы поняли, что мы можем слышать и слушать друг друга, и мы находимся как раз на территории разможевания. То есть и туда, и туда. И Украина стала настолько понимающей, настолько интересующейся жизнью людей. И мы сейчас у нас спокойно. Мы спокойно живем и развиваемся. Ну, мы желаем вам и дальнейшей спокойной жизни, и развития, и успеха такому начинанию, как фестиваль мнений на Украине. У нас в гостях сегодня были организатор школьного фестиваля мнений и участница фестиваля мнений в Северодонецке Елена Гейко. И представитель некоммерческой организации Монда Вероника Свич. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!